Хотел приобрести снегоход, а остался без техники и денег. Житель Наринмара перевел мошенникам более 600 тысяч рублей. Несмотря на регулярные предупреждения, такие случаи происходят все чаще. В летний период в Ненецком округе зафиксировано сразу несколько случаев мошенничества с банковскими картами и продажей товаров в интернете. Как уберечь свои средства и не стать жертвой мошенников, расскажем в следующем сюжете. Одна из самых распространенных схем мошенничества с банковскими картами выглядит так. Вам звонят из банка, представляются работникам службы безопасности и сообщают, что с вашего счета произведен несанкционированный денежный перевод. И предлагают решить проблему по телефону. На такую уловку и попалась жительница Наринмара Светлана. Пошла, как он сказал, банк, сняла со своей карты 165 тысяч рублей. Все это время я разговаривала с ним по телефону. Потом он сказал, чтобы деньги сохранились, нужно их положить на счет в Яндекс кошельке. А на следующий день я получу новую карту, и эта сумма будет уже на ней. Я так и сделала. Не менее распространенной схемой обмана являются фиктивные интернет-магазины или сайты-двойники реально существующих торговых брендов. Мошенничают и, так сказать, частники, граждане, которые якобы продают какой-либо товар. Так житель Наринмара Евгений по собственной воле остался без денег и снегохода, на который успел оформить кредит. При покупке в интернет-магазине его не смутило то, что деньги нужно перевезти до отгрузки товара. Мэй решил купить снегоход. В интернете наткнулся на выгодное предложение от компании «Фаст Моторс». Сразу же позвонил туда. Мне сказали, что доставят технику бесплатно. Отзывы были только положительные, поэтому я в июне все-таки решился и взял кредит в банке. Покупку данного снегохода. После подписания электронного договора при помощи сберут на конлайн я перевел в «Фаст Моторс» 670 тысяч рублей. Позвонил туда, мне сказали, что деньги поступили, и со мной свяжутся за два дня до отгрузки техники в Наринмаре. Через месяц мне пришло сообщение, что товар отгружен. Я стал звонить, потому что сын, и никто мне больше не отвечал. Как потом выяснилось, никакой компании «Фаст Моторс» по указанному на сайте адресу нет. Евгений понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. По данным фактам, следователям Следственного отдела управления МВД России по Нейскому автономному округу возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяния. По словам специалистов, 90% мошеннических операций с банковскими картами происходит только потому, что люди не знают, как правильно поступить. При покупке товаров и услуг в сети интернет необходимо заходить только на проверенные сайты в интернете. Никаким образом не рекомендуем осуществлять денежные средства с банковских карт в пользу физических лиц, которые торгуют товарами или услугами, так как это является часто мошенническими действиями. При этом банк прилагает все усилия, чтобы сохранить денежные средства клиентов, но мошенники тоже не сидят сложа руки и придумывают новые схемы электронных краж. Специалисты напоминают, сотрудники банков никогда не звонят клиентам для уточнения какой-либо информации. При возникновении каких-либо сомнений можно обратиться в колл-центр по телефону с обратной стороны банковской карты и уточнить при любых подозрениях. Никаких там движений и так далее, денежных средств, пин-кодов и так далее наши сотрудники не спрашивают. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, шанс вернуть деньги есть. Если человек обращается в свой банк в течение суток и выясняется, что он к переводу средств не причастен, то банк возвращает деньги в полном объеме, а после уже начинает расследование. Другое дело, если человек сам сообщил злоумышленникам логин, пароль и кодовое слово. В этом случае банк сам решает, возвращать деньги или нет. Иван Никонов, Александр Литков, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север.